Ну вот что, вот здесь коридор был весь убран, пол, все было убрано. Кухня, все был проход. Просто мне ванну там темно не показать вам. Был все, пол, был чистый пол. С ванны вон там палка торчит, это мусор, ванна полностью доверху забита. Все, был чистый пол, можно было ходить хоть это, просторно. Теперь все, опять. Это вот другая комната. Вот все. И там. Весь убранчик. Так выглядит квартира 60-летней пенсионерки, которая систематически, принося с улицы всевозможные отходы, превратила свой дом в настоящую помойку. Это мусорное царство образовалось в многоквартирном доме номер 14 на улице Грибоедова в городе Сланце. Мусор в буквальном смысле валится из этой квартиры, и ужасный запах дошел и до соседей. Как ни странно, хозяйка квартиры ни от кого не прячется, напротив, даже пускает в дом соседей и пытается дать объяснение своим действиям. На вопрос, почему она носит в квартиру отходы, в ответ звучат бесконечные обещания, что скоро наведет порядок. Можно спросить, почему все это вы собираете здесь? Я не собираю, я сейчас разбираю. Выбрасываю, что не надо. С мусорной я ничего не ношу. А откуда ты это несешь? Где ты эти пакеты? Покупаю. Вот ты это покупаешь? Что ты смешишь-то? Покупаешь ты. Да, да. С мусорного этого. Не надо. Бабка. Ну смотри, покидывай, это все мусорного бампа. Да потому что у меня лежат долго, начинают портиться. Так и зачем портиться? Зачем долго лежат там? Позорю, у тебя на полу лежит тухлые помидоры, там картошка, какая-то помойка. Люди выкидывают, погляди. Ты погляди, там, куда-то лежит. А ты давно уже лежит. Да ты посмотри, у тебя проходят, у тебя вычистили проход, да я нечистая. Да я же сама это... У тебя же не еда лежит настоящая, у тебя просто вот этот люди, что выкидывают остатки, у тебя вот лежат гнилые. Посмотри. Нормальные, нестандарные, я просто беру нестандарные. Ты посмотри, что там брать, посмотрела, в этой банке уже там, в кресе не все, вот стоит накиданы корки какие-то. Это я отходы, в смысле, собирала сейчас выбросить. Зачем ты их домой собираешь отходы? Ты на мусорке перебирай себе тогда. В смысле, я сейчас перебираю его и выбрасываю. Ой, это пакет с мусором, люди выкидывают, там ничего дельного почти нет. По словам женщины, она живет одна, пенсия маленькая, есть непогашенные кредиты. Поэтому ей приходится сдавать металл и собирать с улицы все для себя нужное и полезное. Также хозяйка мусорной квартиры призналась, что у нее есть взрослые дети, но никто из них ей не помогает. А соседи говорят, что уже давно пытаются помочь ей избавиться от ненужного хлама. Но все их попытки остаются тщетны. Это видео они сняли после последней уборки. Вот мы разобрали кухню. Вот кухню, мы все выкинули. Раковина. Вот. Там горело пепел, самый настоящий пепел. Что у нее тут горит, неизвестно. Хармон, еще больше. Мы просто еще больше она сделает. Она разбирает, все откроется. Селая куча на лестнице. Она на вылете разбирает? Ну, конечно, она у нас забыла. Жители этого дома серьезно обеспокоены таким соседством. Мусорный склад вызывает у них озабоченность как с гигиенической стороны, так и пожароопасной. Вы вот поймите простую вещь. Она принесет нам или это бюлкулез, или гипотит. Да. Еще пожар сделает. У нее все это постоянно бюлкулез. Самый главный пожар. У меня это страшно. Несколько раз было, что дверь открыта. Кто? Никого нет. Там туда дым просто берут кастрюлю и заливают, что горит. Где она? Или она куда вышла? Или она там где-то в этих комнатах? Я в комнатах... Постоянно. Раза три это было уже точно... В смысле... Убранный? Ну, следишь и сгорает. А когда убирали у нее там... А зачем вы зажигаете? Там почему-то зажигают на полу? Я не на полу. Там полностью с ней углили, и полетела золота. Рядом с газом. Что она там что-то? Я не знаю. Там угли, костюм. Жители утверждают, что обращались за помощью во все возможные инстанции. Но никаких действий пока предпринято не было. Мы были у участкового. Мы были в жилищном управлении, в администрации были. Там Роснадзор были, пожарный был здесь. Все составили акты, к депутату ходили. Все составили акты. Сказали, будет письмо, какие будут приняты меры. 19 февраля было дано ей, да, 19 февраля ей даны три недели, чтобы освободить все. Два дня мы выносили. Я вот честно говорю, я поднялась на пятый этаж раз 20. Но не так просто, а с РУЗом. А потом раком ходила. Потому что и так на пятый этаж 20 раз подняться, это что на сотый этаж. А мне восьмой десяток тоже. Дело в том, что ей и помогли, убрали, повыкидывали. Она тут же роется в мусорке. Помогали? Да, выносили, помогали ей. Сказали, говорю, выбирай большую комнату, что надо тебе там машина, чтобы она хоть пустила нас. Она же может не открыть дверь и все, и не пускает. Здравствуйте. Поэтому ей и помогали, и не против, что ей помочь. Накладывая мешки на лестницу, мы будем, говорю, подниматься, буду выходить, будем выкидывать по пути-то все. Нет. Она да, 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 я сама и все. Я просто считаю, что это человек в полном смысле больной. Вот хоть что говорите. Это больной человек. Пока, говорю, не случится несчастье, и тогда все отнекаются, что ничего. Пока вот не рухнет. Похоже, пенсионерка действительно нуждается в профессиональной медицинской помощи. Судя по всему, у нее наблюдается синдром Плюшкина. Так называют расстройство поведения, обусловленное стремлением к патологическому накопительству. Специалисты рекомендуют соседям обращаться в суд, потому как только судебное решение может отправить больного в лечебницу, а его накопленное богатство – на свалку.